Чехословацкий волчак Чехословацкий волчак – относительно молодая порода, выведенная путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка. Гордый носитель качеств двух животных. Ему присуща врожденная преданность человеку, готовность встать на его защиту. Вместе с тем у него может быть агрессивность, злобность, которые могут стать доминирующими в характере при недостатке социализации. История происхождения породы очень интересна. Чехословацкие бридеры столкнулись с проблемой дефицита караульных собак. В послевоенные годы пограничные войска республики испытывали потребность в особенной собаке – самостоятельной, умной, гордой и преданной. Она должна была быть смелой, сильной, выносливой. Таким и стал чехословацкий волчак. Это крупная собака с универсальными рабочими качествами. На сегодняшний день вольфхунд не относится к гибридным породам, входит в группу пастушьих и скотогонных собак. Чешский волчак сохранил удивительные способности, дарованные ему дикими предками. Вольфхунд практически идентичен волку и его крайне легко спутать с ним. Как и у волков, у них выражен половой геморфизм. Это означает, что самцы и самки значительно отличаются по размерам. Волчак меньше по размерам, чем другие гибриды волка и собак. Но это из-за того, что при разведении использовали карпатского волка, небольшого самого по себе. Окрас шерсти обозначается стандартами. В идеале собака должна быть серебристо-серой со светлой маской на морде. Но окрас может и варьироваться. Встречаются практически черные волчаки. Но и у них присутствует светлая маска. Шерсть на животе, лапах также более светлая. Вольфхунд независим и самолюбив. Он ценит свою свободу. Но все же становится человеку преданным другом и соратником. Чешский волчак предназначен для охраны скота, защиты его от волков и других хищников. Развиты староживые и охранные качества. Использовать собаку как телохранителя запрещено. Ведь в венах этой породы течет кровь диких хищников. Никогда не провоцируйте эту собаку на агрессию. Не ожесточайте ее характер. Не воспитывайте лютость, нетерпимость к людям и другим животным. Волчак способен принимать самостоятельные решения и действовать по ситуации. Преобладают черты, характерные для служебных собак. Она послушно выполняет приказы хозяина. Главное, чтобы он был для нее непоколебимым авторитетом. Вообще, заводчики говорят о преданном и сдержанном характере своих питомцев. Собака развита не только интеллектуально, но и эмотивно. У нее прекрасная интуиция, благодаря которой она всегда понимает настроение домочадцев, особенно своего хозяина. Если человек чем-то расстроен, подойдет, чтобы его утешить. А если он, наоборот, счастлив, постарается тоже проникнуться этим чувством. Волчакам свойственны такие черты характера и поведения. Крайне недоверчивы к чужакам. Часто воют, склонны к побегам, непросты в дрессировке. Требуют регулярных занятий и постоянного контроля. Также стоит отметить преданность хозяину, уникальность рабочих качеств, энергичность и неутомимость, живой интеллект, чуткость, неприхотливость в уходе и содержании. Бытует мнение, что чехословацкие волчаки не умеют лаять. На самом деле, животные просто предпочитают иные способы коммуникации. Телодвижение, поскуливание, рык, вой и даже похорюкивание. Отучить собаку петь вы не сможете. Она так проявляет свои эмоции. Например, тоску и грусть. Обостренный собачий инстинкт, полученный в результате скрещивания породной собаки с диким животным, и наследное здоровье волка позволяет чешскому волчаку быть непревзойденным следопытом и отличным охотником. Это абсолютно бесстрашное животное, способное без устали охранять вверенные ему объекты, стада домашних животных, жилища и имущества, а также самого человека. Порода, изначально выводимая для проведения военных спецопераций, в дальнейшем стала использоваться для несения защитно-караульной службы. Чехословацкий волчак идеальный для людей опасных профессий. Собака подойдет пограничникам, таможенникам, полицейским. Вольфхунды отлично работают по следу, становятся поисковиками. Также волчак нашел свое место в отрядах спасателей. Главное, чтобы деятельность владельца совпадала с предназначением породы. Тогда человек и животное составят прекрасную пару. В последнее время чешского волчака полюбили горожане, разглядев в нем преданную и любящую собаку-компаньона. А еще они обожают спорт, поэтому с радостью принимают участие в обидиенс или аджилите. Волчак не подходит слабохарактерным людям. Им нужен сильный, авторитетный, ответственный хозяин с устойчивой психикой. Порода не подходит для людей, часто покидающих дом. Они не переносят одиночество. Оптимальный вариант – постоянное времяпрепровождение с питомцем. Отношения с детьми противоречивые. Большинство нормально относятся к детям, особенно если выросли вместе с ними. Однако малыши могут их раздражать. Кроме того, они плохо переносят детские шалости. Не следует оставлять животное наедине с ребенком. Чешский вольфхонд не станет терпеть неуважительное отношение к своей персоне со стороны хозяйского ребенка. Он стоит на ступень ниже по иерархической лестнице. Объясните детям, что это серьезный пес. Он не любит забав и шуток. В то же время чехословацкий волчак и дети становятся неплохими друзьями при уважительном отношении. Но речь в данном случае идет о наследниках главного хозяина, которого пес беззаветно любит. У волчака развиты охранные инстинкты, поэтому он может защищать юного владельца от обидчиков, даже если те не желают ему зла. По отношению к другим собакам они могут испытывать все формы агрессии, включая территориальную, половую и доминирование. У них жесткая социальная иерархия, которая провоцирует стычки до тех пор, пока та не установлена. Однако после построения иерархии они хорошо уживаются, особенно с подобными себе и образуют стаю. С кошками и другими питомцами у волчаков складываются разные отношения, но знакомые с детства особи в основном вызывают положительные эмоции. Хозяин должен показывать свой авторитет и приучать к послушанию с другими членами семьи. Некоторые сдвиги в поведении возможны в период взросления, но при правильном подходе проблемы исчезают. Особенности породы чехословацкий волчак предъявляют строгие требования к условиям содержания. Всего 10 лет назад говорилось о том, что чехословацкая волчья собака в квартире не приживется. Заводчики уверялись, что необходимо сооружать вольеры, ограждать зверя от людей. Современные владельцы волчаков говорят об обратном. Они отмечают, что собака не требует много пространства и принимает правила поведения в доме. Важно соблюдать следующее правило – чехословацкая волчья овчарка не должна оставаться в одиночестве. Вернее, она негативно к нему относится в закрытом помещении. Во дворе такое животное доставлять проблем не будет. Оно найдет, чем себя занять в отсутствии хозяев. Если вы вынуждены уходить на работу на целый день, рекомендуется присмотреться к другим породам. Волчаки сильно тоскуют, о чем сообщают воем. В идеале волчак должен работать со своим владельцем, составлять ему пару, быть партнером и соратником. Чехословацкий волчак не требует особого ухода. Его шерсть линяет сезонно. В этот период питомца нужно вычесывать активно и ежедневно, особенно во время отторжения подшерстка. Игнорирование линьки может привести к заболеванию кожи, чаще всего к грибковому дерматиту или экземе. Шерсть волчаков обладает грязеотталкивающими свойствами. Любимец с удовольствием искупается в природном водоеме. Летом берите его с собой на безлюдный пляж. Уезжайте к озеру. Гуляет с волчаками минимум дважды в день. Желательно активная прогулка. Хорошо, если питомец пробежится за велосипедом, преодолеет полосу препятствий. Так он утолит жажду физической активности. Следует учитывать, щенки волчака долго не взрослеют. Их характер формируется до двух лет. Питомец может проявлять непокорность, несдержанность. Послушание добивается лаской, терпеливым, но настойчивым воспитанием. В это время нужно максимально социализировать собаку. Приучайте ее к поводку, наморднику и гигиеническим процедурам. Покупайте любимцу игрушки-прорезыватели. Базовый курс дрессировки стоит пройти каждой собаке, даже если она не предназначена для дальнейшей службы. Имейте в виду, что это та порода, которая умеет оценивать обстановку и принимать самостоятельные решения. Если ваш питомец ведет себя неадекватно, горит желанием совершить какие-либо действия, не поддающиеся логике, у него есть на это причины. Недоверие к незнакомым людям часто оправдано. Будьте осторожны, если незваный гость не может найти контакта с вашим любимцем. Собака-чешский волчак обладает крепким здоровьем. Это выносливое животное, у него сильный иммунитет. У представителей породы иногда встречается дисплазия тазобедренных суставов. В связи с этой особенностью молодых особей запрещено перегружать. Щенкам не позволяют спускаться по лестнице или преодолевать другие препятствия. Сбираться на возвышенности. У вольфхунда много черт, присущих волкам и неприсущих собакам. Например, первая течка случается на первом году жизни, а затем раз в год. Хотя у большинства собак течка происходит 2-3 раза в год. В отличие от многих других пород, размножение волчака носит сезонный характер, и щенки рождаются в основном зимой. В целом это выносливая, физически крепкая порода, средняя продолжительность жизни которой составляет 12-13 лет. При хорошем уходе собаки живут 18 лет и дольше. Но даже в пожилом возрасте остаются активными и наблюдательными. Несмотря на общие черты породы, каждая особь индивидуальна. Каким будет ее характер, во многом зависит от склонностей животного, условий обитания, хозяина генетической памяти.